Мастер-класс 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 свой спортивный бутылки еще раз хотел бы все поблагодарить кто пришел на это мероприятие и телезрителей которые будут смотреть и смотрят сейчас я немножко расскажу свою карьеру как я начинал настольный теннис где начинал потом покажу элементы настольного тенниса основные которые используют немного какие-то свои специальные элементы которые я использую и которые у меня лучше всего получается расскажу немножко как я готовлюсь к матчу про как просматриваю видео какие тактические варианты и затем вы зададите вопросы и я на них отвечу начал я свою карьеру в городе новокузнецкий 8 лет обычный 5-этажный дом в подвале просто любители играли на настольный теннис я пришел туда смотрел но мне понравилось его до сих пор я в него играю начал заниматься активно сильной поповой но первый тренер затем борис николаевич юрченко я переехал самару школу интерната это только павленко и там это был мой первый клуб профессиональный теннис здесь владивосток маяк виктория пакет газпрома и затем я за границу то есть это оксенхаузен четыре года там играл два года времени и вот сейчас я играю во франции второй год подряд в клубе морес действующий игрок в клубе морес во франции в оксенхаузене я мне конечно повезло определенных этапов мне попадались люди которые очень помогали мне на настольный теннис первый мой тренер затем виктор поликарпович павленко Валерий Иванович Салабаев и затем конечно это Дубравка Скорич сейчас помогает в клубе оксенхаузене но много лет был тренер бельгийского клуба шаглеруа который выиграл больше восьми десяти раз лигу чемпионов и конечно мне помогал Дима Мазунов который сейчас является тренером в оксенхаузене второй тренер жил там до сих пор мне это помогло адаптироваться к немецкому настолькому теннису вот так Кирилл расскажи пожалуйста как получилось так что ты играя в российских клубах принял такое решение приезжать именно в Германию тебе это сделал предложение или ну это большое спасибо конечно фирме Доник я не один год сотрудничаю то есть мой спонсор по инвентарю одежду форму то есть они помогают на протяжении уже десяти лет то есть они мне помогли найти я попросил что хочу как бы можно сказать попробовать свои силы в лучшем чемпионате Европы это немецкая Бундеслига и Оксетаузен связался с Доником и тогда у них была как бы перспектива создать молодую команду то есть они пригласили нас я Аполония Андрея Игочина Лем Пичкот и четвертым был я то есть меня пригласили и долго я не думал написал контракт даже спрашивал и не спрашивал какие условия то есть для меня была цель туда уехать то есть почувствовать вот эту тренировочный процесс это очень сильный и затем то есть Оксенхаузен как видите до сих пор продолжается то есть они как взяли этот курс то есть молодых игроков то есть пришел я помню тогда еще молодой хуры Кальтерана Симон Грузип это я уже это мои последние годы в клубе то есть я уже можно сказать был уже взрослый то есть для этой команды то есть они сейчас эта тенденция у них идет то есть ну конечно все было все другое то есть весь тренировочный процесс все поставлено только для настольного тенниса то есть ты думаешь все 24 часа только о настольном теннисе то есть всегда есть зал есть видео есть восстановительный центр то есть в любой момент можешь прийти и тренироваться будет дня и ночь то есть с этим процесс немного отличается чем у нас то есть как бы главный главный вопрос мы всегда всех интересуют какой спортсмен каким играть имитарем сейчас что какой имитарь используешь ну я сначала расскажу как я начинал то есть я играл раньше всегда мне нравилось ракетки без карбона то есть построилась такая траектория сейчас то есть дуга идет что больше вращения то есть я играл тогда был ультра по ул красными прослойка я играл тогда по моему барракуда накладки уже не помню как барракуда я играл в 2007 год мне нравилось то есть чуть помягче деревяшка и такие жесткие накладки но как сейчас теннис меняется и чин меняется то есть сейчас практически одинаковые лечения бывают С 40 ДПС а потом КСП ну то есть чемпионат например Франции или Германии каждый клуб спонсор у них свой мяч то есть это сейчас стало меньше вращений то есть я со временем перешел на карбон я играл сначала дима с с ультра пауру карбон а сейчас авчаров тру карбон то есть я перешел на быстрый не знаю ли это связано может я медленнее стал с м да то есть как бы вот сейчас я играю карбон накладкой м1 играл м1 и с левой и с правой но сегодня я попробую м2 помягче будет ну давайте начинать я покажу как основные элементы все справа направо слева налево расскажу как стойки остаются немножко я изменил хват ну не хват а сам хват ракетки то есть если раньше когда мяч был чуть мягче и меньше больше точнее вращения можно было задать то есть я держал чуть-чуть вниз и здесь была кисть была расслаблена то есть как бы не оставался больше кисть сейчас я использую потому что мячи жесткие меньше вращения то есть и все стараются играть в мяч даже как то есть чуть жестче кисть держать не тот спинт мяч потому что когда если чуть составляешь летит не так его нужно все время давить надо давить все же наверное смотрят что сейчас более силовой стал у нас теннис вот а а а как то и играем не отворил поворачиваем корпус стоим в позиции не вот так ничего не делаем просто разворачиваемся раньше больше все-таки крутились да раньше больше как бы я крутил мяч такой что нужно все время быть в позиции играть перед собой быстрее когда ответ если замахиваться можно не успеть встречаем просто встречаем проще кисть нет работает если когда у вас в конце можете добавить где-то если тут не успевать но если у вас в мяч вы больше мяча уже потом поработите здесь жестче здесь рука расслаблена у вас должно быть расслаблено и вот корпус и вот эти боковые мышцы ноги все время должны быть в позиции легко вот здесь у вас реагируют руки расслаблены потому что если будете вот так зажаты то мяч так не пойдет здесь напряжен то есть треск боковые мышцы ноги все время должны быть в позиции легко вот здесь у вас реагируют вот здесь вот как бы чтобы не было как камень и вот такой вот рука здесь легкая здесь легкая здесь легкая никакого нет напряжения вот здесь не только когда вы играете на мяч когда на высшей точке просто некоторые лучше сразу накрывать потому что вот как ударился момент удара сразу не так ну тут не могу сказать правильно неправильно я могу сказать как я играю вы просто отходите и получается вы по деньги по повзлетающему мячу точно выше точки отскока то есть не ниже понятно есть мячи но конечно нужно снизу это понятно но в основном вот он дается и в него играете так сказать подвис подвис и сразу мяч выше точки отскока а вот у тебя происходит тренировка вы должны тоже для себя чувствовать то есть нет такого это индивидуальный вид спорта то есть каждый должен чувствовать как ему хорошо понятно есть какие-то основные принципы да выше точки отскока играть это понятно но если вам чуть удобней если он чуть опустится это не критично а вот попадающим тяжело поднимать попадающим уже тяжело а вот как падающий мяч сейчас падающий мяч он играет играет сильнее играется ногами в позиции и играет да вот здесь не подселье не подселье как бы чуть ниже в ноги ушли то есть вы ногами помогаете то есть не рукой это ошибка если мяч у вас ниже стола и вы стараетесь играть рукой только ногами подселье и своими ногами помогаете и здесь поддать да давайте слева слева кто-то играет я использую я стараюсь локоть держать максимально высоко ну прям задирает максимальную высоту ну как впереди так это особенность техники я думаю что тут не стоит придерживать я думаю лучше посмотреть на криво и посмотреть как как надо в основном конечно нужно так локоть наверху это то 90 спокойно так же вы стоите вот сейчас раньше как бы было справа левая впереди слева правая впереди играли было много времени можно было право впустить сейчас я думаю чем меньше вот это движение тем точнее наша задача все время лучше присаживаемся мы тоже сюда кинематика не должна уходить лево вправо играть все лукат фантастика это такое облажение главное если вы посмотрите китайцы почему они играют самсонов они все время на мяче все время в хорошей традиции все время все время на него вытер да но вот все вы говорите больше свингов да я вам сейчас покажу вот смотрите я хочу добавить я не замахиваюсь понятно если есть время мы не говорим если вот такой прилетел замахнулся дал и все нет а если хотите усилить я делаю так в принципе все таки я не сделаю ничего рукой я так же играл просто я я извиняюсь если там в кого-то попадать там мол да сейчас сейчас стараются максимально стоять например я стараюсь не параллельно чуть-чуть под правой понятно в основном правая но нет такого что здесь так здесь так прыгать сейчас сместилось все справа если вы заметили игроки стоять то что сейчас все дальше делают банан я стараюсь вот здесь справа и так же стою слева отходим чуть-чуть от стола такая же вот поклана рука ничего только добавляем здесь вот эти боковые косы то есть можно сделать так очень да 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 раз раз мы здесь второе так в офисе с я при тебе больше это и так и так до 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 Ну, я постараюсь усилить акцент на мяче. Стараюсь максимально жёстко держать, потому что, если она будет расслаблена, то её не контролируют. А мне показалось, что вы кисть делаете, когда меняете направление, то есть, когда он приходит в укладу, это перепитка. Конечно, конечно, если я играю в каплимоль, я играю, когда я спросил больше выгнуть, чтобы придать и придать ускорение на мяче. Но я держу максимально жёстко. Если мягко держать, то можно слева играть и не так жёстко держать. Ну, это как бы уже каргет висят. Я так не чувствую. То есть, я могу попадать, но я не чувствую мяча на ракетке. То есть, нет уверенности. Я стараюсь вот сдерживать ускорение и всё время в мяч. Так же и по подрезке. То есть, я играл одной рукой. То есть, вот видите, я сыграл одной рукой. Значит, пришёл, я сыграл только одной рукой. Если руку не давать, возьму вот эти места. То есть, я в принципе же их не делаю. То есть, это вот эти. И от этого идёт и так же вот подставка. Мы ставим. Вот. Вот. Сейчас такая, ну, как стену. Как наказ подрезки переводить? Подрезки с наказом. Можно же переводить? Не понял. Ну, перевести, например, вот этот накат, а его на подрезки перевести. Вот можно же переводить? Ну, конечно. Вам надо, если... Если вы атакуете... А зачем это надо? Ну, вы же так делаете. Ну, это всё зависит от стилевых особенностей. Если вы играете в такой универсальный теннис, то есть, вы можете... Так же, если вы подставляете, подрезать прямо. Это не проблема. Элементы, чем нужно. Сразу под убой. Да. Сразу под убой. Нет, это не под убой. То есть, я не... Это стилистически. Если человек хорошо играет от приёма, то есть, а кто-то же играет по защите плохо. Или это если чувствует себя здесь хорошо, то... Если ракета атакует, зачем она это делает? Это всё индивидуально. Если игрок атакующий, зачем ты делаешь? Скажешь людям, как ты готовишься к определённым матчам, как ты готовишься к соревнованиям? Да. Ну, вот я показал эту основу. И, как бы, вот... Элементарные мои, которые... А вот человек, я вот подумал, только слева разница, когда он по накаду, когда он в подвеске идёт. А в чём разница? Ну, момент. Во-первых. То есть, здесь вы играете чуть больше... По верхнему ничего играете. А когда подрезка, вы как бы больше ногами стараетесь вниз. А ракетка... А ты как-то так играл? Ну, ракетка... Ну, я... Я делаю... Не, всё равно чуть больше кистью. Всё равно вы как бы... Но это зависит от того, какой мяч к вам пришёл. То есть, подрезка, она тоже бывает арома. То есть, если... О, толкни просто. Если это просто... Тебе, ладно? То есть... Это без вращения мяч, да? Его так же играешь, как... Чуть-чуть. А если хороший запил, с паузой у меня крутится. Чуть-чуть. Больше кистью. Как бы я ещё иногда перехватываю. То есть, если есть время, есть время и хороший мяч, я чуть-чуть могу перехватить под лево. То есть, больше как бы сделать вот загиб такой... Это после права? Да, после права. Да, после права. Да, чтобы, вот как вы правильно сказали, по нижнему вращению то есть, играть получше. То есть... А перекрыть это как, если так медленно показать? Ну, держу я вот... Все видно? То есть, ну вот, пакетка. Я стараюсь вот держать вот так. То есть, и всё. Вот я её взял. Я играю здесь справа, здесь слева. То есть... Вот. Тайсис. Пали, да? То есть, ну, если у меня есть время, чуть побольше, я примерно делаю вот так. Ну, то есть, сейчас стараются сильно не перехватывать, да? Или времени не хватает? Быстро играют все. Не дают. Сейчас. Сейчас. Не хочу. Да, если у вас есть время. Да. Конечно, когда есть время, чуть-чуть перехватываю. Чтобы больше вот этого. Палец. Вот. А, да. Видно. Но это я вам ещё на банане покажу. Ну, когда я играю в мяч. То есть, так вот я перед подачей готовлюсь мягко. Ну, приём тоже бывает разный. То есть, если у меня сильное нижнее вращение, если я раз так, ну, в сетку принял, два принял. То есть, сильно, если жёсткий, ну, то я чуть-то расслабляю. То есть, стараюсь так под мяч под вращение. То есть, это тоже нет такого, чтобы прям вот так её взять. То есть, каждый должен чувствовать, как ему хорошо. То есть, это, ещё раз повторяюсь, индивидуально. То есть, как вам удобно. Кто-то держит так, кто-то так держит. Кирилл, а форма ручки влияет? Это прямая или... Форма ручки, да. Ну, это... Форма ручки влияет на хват, скажем так. А у вас какая? Прямая. Как у Вчарова, да, прямая? Хотя вроде бы развлечённая, позволяет немного расслабить ручку, чтобы хлёст был. Вчарова тоже прямая, Кирилл. У многих прямая, но... Тоже кому-то удобно. Это всё такие, стилистические. То есть, кто-то там стачивает здесь себе больше. То есть, чтобы... Ну, как в руке. Да, там... То есть, это всё как... Вы должны чувствовать, как вам комфортно. А если по нижнему, у вас только... Тушка мяча какая-то меняется, нет? Ну, я стараюсь, если по нижнему, я всё равно стараюсь не играть не прям в мяч, а чуть-чуть в бок. Стараюсь не мяч играть. То есть, так же и по прямой. Потому что в боковых частях чуть меньше вращения. То есть, можно направить. То есть, так вот здесь не прямой. Туда? А, в ток. Да. Ну, так кистью как бы стараюсь не вправить. То есть, или в эту сторону, или в эту сторону. Прямо прям в прямую. Если ставлю, то в подставке стараюсь очень мяч. Жёстко всегда. Ну, то есть, на... Кисть как бы на себя немножко. Да, да. Во внутрь. Да. То есть, не они... Это всегда или не всегда? Ну, стараться, конечно, лучше, если вы как бы кисть отведёте, то у вас всё равно больше будет момента рука. То есть, или вы здесь так, или всё равно это добавляет вращение. То есть, вы всё равно должны всё время... Скорость на мячах. Потому что, чем больше нижнего вращения, там, или бокового, тем вы всё равно должны больше добавлять сами. Чуть нижнего, чуть отвести больше мяч. Так, что всё ещё? А подготовки к матчам... А, ну, основная, то есть, скажем, как и... То есть, это понятно, там, мы приезжаем на крут-тур, то есть, в командных матчах, в Окса Хаузе, как было... То есть, были там и специальные программы для настольного тенниса. То есть, когда у тебя свой email, там, тебе присылают перед матчем видео, откуда человек играет, то есть, кто распределён, то есть, где он больше играет справа, где он больше играет слева, какие подачи подаёт, там, в конце, какие в начале. Тренер тебе, как бы, даёт, ну, вот эти все анализы, потом ты сам для себя... Ну, я, как бы, рассказываю, то есть, я смотрел примерно за день до матча, с кем я играю, его видео. Так, примерно, понимал, как будет складываться игра, мои стилевые, особенности его, что мне надо для этого сделать. Уже непосредственно на следующий день я обсуждал это с тренером, и у нас такой был, как бы, план А, план Б, план В. То есть, если мы начнём так, по ходу матча, то есть, будет получаться оно, не будет, мы не знаем. Мячик? Нет, нет, просто рядом, 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 ребят. Должен будет... Как в этом фильме. Птичка жалкая. То есть, и вот такие, больше тактические. Что там? На про-турах это примерно так же. Ну, то есть, я смотрю видео перед матчем, когда уже знаю, с кем я играю. То есть, советую с ребятами. Ну, все-все друг друга, все, там, фенесисты, все себя поддерживают. Там, говорят, я играл так, так, пробовал, то, то. Ты, примерно, какие-то моменты для себя берёшь, но какие-то не берёшь. Потом, также, обычная подготовка к матчу, минуту. Ну, я примерно разминаюсь час до игры. Час. То есть, кто-то больше. Я знаю, ребята, кто-то разминается полтора часа, кто-то два. Кто-то двадцать минут. То есть, перед первой игрой. А как вы понимаете, что вы говорите? Ну, это как бы, я уже чувствую. То есть, элементы. То есть, важно, там, начать, там, длинно, немножко подвигаться. Ну, и потом, такие, на столе. То есть, я играю. Строю игру. Первые два-три хода. То есть, сложная подача, приём, усложнить на столе. То есть, они, там, не перекручивают, там, не приёмные играют. Больше стараются на столе. Ну, и всё. Ну, и вот, потом, такие, отдельная шлифовка идёт моментов. Ну, и всё. А потом уже матч. Потом мы сделали. Ну, вот, по-конкретному. На этой неделе, на Катаре, здорово с Тангиокисом Гёжесом отыграли. Практически, мне показалось, удав на кролика действовали. Ну... Как на него настраивались? А быть, ясно скажу. Я договорился с Таней Беленко. Он защитит. Разминался с ней минут тридцать-сорок всего два матча. То есть, я понимаю, что, скорее всего, будет долгий матч, что будут нужны силы. То есть, я разгинался только... Вот, я крутил по левой. Во время тридцать-сорок в защите он не так хорошо держит. То есть, мне нужно исключить приём подачи плохой, чтобы он сразу в первом ходе меня не выиграл. То есть, даже, там, стараться дёргаться у города вправо, или даже длинно резать. Немножко провоцировать, чтобы он уже не знал. Потому что, в основном, когда с защитником выходишь, все подаёт, все режут влево, врезают и всё. А он немножко при другом играет. Я старался длинную подачу, не коротко вправо. То есть, вот этот мяч, когда он заходит шипами, он такой неприятный, полуплинный, его тяжело направить по прямой. специально сюда, ты где-то поднимаешь, и он уже замахивается. То есть, я вот старался уделить этому больше всего внимания. То есть, зажать его влево, потом, если сильно запил, ну, в основном он делает это из центра, чтобы вот так это делать из центра. Если мяч чуть поднимался, чуть поднимался, я старался направить сильно влево, потому что уже понимал, что он уже здесь будет плоско. Тогда он мог играть и туда, и туда. Или коротким подтягивал вправо и ждал только вот вправую половину. То есть, если перекрутит, я уже подставил, он опять здесь отрезал, сильно он запилить не сможет. Тогда у меня есть шанс. Сюда я даже, как бы, тут так решил всегда, что попадет он, я просто не буду. Если попадать влево-вправо, то... И вот я, как бы, с такой, как для себя игру построил. Таня, спасибо большое, она пришла со мной поиграть. Ну и, конечно, я еще отдельно попренировал специальный первый ход слева. Защитники очень не любят, когда они крутят слева. То есть, чуть другое вращение, потому что все дадут вправо. И вот одиночки я старался сделать первый сильно. Ну и, главное, вот, защитником мог попадать в этот мяч. Если начнешь мазать, это уже такая... И вот так построил рисунок игры. И когда уже начали играть, да, первый сет так было тяжело, но я примерно так начинал. И я потом стал чувствовать, что он не знал, что делать. То есть, он не мог забежать, не было... там он мне, может быть, два раза попал. Ну и счет. Счет там говорил, а все... Ну, не счет, да... Тут бывает, счет может быть, другое состояние. Я себя комфортно чувствовал, а он чувствовал себя некомфортно. Ну и там, перед матчем я видел, что он разминается очень много. Значит, нервничает. Илья. Ну, как себя держать в руках? Ну, как... У вас есть какие-то свои? Ну, как... Когда начинает... Допустим, у нас здесь постоянно все плачь, рыдают, начинает бросание радио. Это... Это как бы все должны пройти? Ну, все равно... Ну, все говорят, что оно должно пройти. Мы ждем год, два, три. Оно не проходит. Ну, первое... Ну, первое, мы должны понимать, что это ты делаешь хуже только себе и лучше сопернику. Когда ты начинаешь нервничать во время матча... Это понятно. А как вы себя держите? Ну, вы же тоже нервничаете, неровничаете? Не всегда это получается, но... Ну, во время рометки... А вот тот чемпионат в России... Там... Я просто не знаю... По-моему, вы тоже играли. Кто-то задерживал очень сильно это. И даже аркелировали судье. Кто-то не так давно смотрел. Он из русских. Сейчас у меня с ним не было, и кто вы думал. Вот. Читает... Вильдан. Вильдан. А другой еще с ним тоже. Он очень хорошо играет. Но он задерживается постоянно. Он... А в вас у вас... Да. У всех свои приемы. Сейчас я отвечу. Можно вопросы потом задать? Сейчас ты покажешь. Да. Давайте я потом отвечу. Давайте термин. А вы не просто скажете, что вы делаете? Вот такое. Я стараюсь... Во-первых, я работал с психологом. Дышать. То есть есть какие-то... Я всегда брал там с собой, когда у меня были. Знаете, сейчас у меня это нету. То есть нету. То есть я в голове, да, если я начинаю там плыть, или это, то есть так, красное полотенце. Я раз к нему, и все у тебя в голове, все спокойно. Спокойно. Я должен как бы не подавать вид. И мой соперник не должен чувствовать, что я нервничаю. Потому что темис, он так сейчас до 11 очков, все быстро меняется. Ты можешь быть технически супер готов, но проигрывать головой. Потому что ты где-то начинаешь нервничать, или на себя ругаться, что ты не попал. То есть нужно себя держать внутри. Каждый должен решить, как ему. Кто-то бегать начинает. Если вокруг стола раз, один круг, два, пробежаться, завести себя. Кто-то начинает медленнее ходить. То есть можно быстро выработать для себя те моменты, которые, то есть будет много моментов. То есть кто-то будет специально провоцировать. То есть в теннисе, может быть, например, на видео это не видно, но много моментов, когда человек будет с тобой разговаривать. Он может подойти, вытянуть свою половину. Это все, это все, кто-то у нас там, кроссовки, кто-то… То есть в момент очень важный самый фунт в нашей игре. То есть это как ты готов психологически. Может быть, я еще раз повторю, технически подготовлю супер, но психологически ты… Хороший пример – это Овчаров. Представляете, сколько матчей у него складывается, что он бывает же, он же… Но он как выходит из этих ситуаций – это просто. То есть вот он очень хорошо владеет этим оружием. Не рассказывал про секрет Овчаров? Не, я не рассказывал. Можно его позвать? Я не думаю, что он расскажет. Сейчас, сейчас, прям перед Токио. Покажем, что ты отрабатываешь, может, на тренировках… Да, давайте я вам покажу свои подачи. Не считал. Ну вот сейчас объясню. То есть вот, например, кажется, что обратная подача… Кажется, что со стороны… Вот подает обратную. Ну, подает. Но ведь она очень много вопросов. То есть, во-первых, зависит от приема. Не от приема, извиняюсь, от отброса. В начале. То есть. Поехи позиции, да? Снижний. Так, и высоко. Есть. У нее уже другой полет. И другой отскок. Ну, это, во-первых, от подброса и тайминг, время. От подброса что? Нет. Высоты подброса. Высоты подброса. Высоты. То есть, отскок будет. Ну, понятно. Это самое главное. Еще какие хитрости. То есть, на подачу, да? Вот вы подаете, да? Не буду использовать. Вы прям играете с человеком. Он готовится к подаче. Подал. И так подает всю игру. Хорошо? Од, два, три. Подал. Од, два, три. Подал. Од, два, три. Подал. Вы готовите к этому. Вы готовите стойку. Од, два, три. Подает. И все. Вы уже в голове маршинальном счета. Вы должны знать, кто эти игроки. То есть, практически не все игроки, но все уже знают. А бывает 9-9-3-3. Вот. И подает. Какая бы ни была подача, если вы к этому не готовы, это уже другая. Другой, как бы… Правильно сейчас скажу. Подождите. Да. То есть, ты как бы не готов. То есть, ты семь сетов готовился к одному ритму. То есть, это совсем другой ритм. То есть, подача, она варьируется не только от вращения, силы вращения, но еще и от ритма, как ты подаешь. Ты можешь начать там. Раз. Подал. Быстро. Раз. Можешь прям так. Раз. И подавать. Одну и ту же подачу. Но… Сейчас я расскажу, это одни такие. То есть, вот я подаю обратную, да? Я стараюсь. Нижнее, боковое. Стараюсь вправо. Знаете? Зависит от того, кто с кем играет. Играешь, если человек бегает. Ну, бегает, то есть, да. Но в подаче главное, чтобы вы могли одним движением, примерно одним движением, подать две разных подачи. Скрыть. Не скрыть, но сейчас… Но имейте в виду, чтобы он не понимал, что… Как это можно сделать, одним движением для подачи? Кисти, кисти. Кисти, кисти. В основном, то есть, кисти. С локоть. В общем, движение. Вы вот, я вот эту подачу. Вот, вы раз. Идете, да? И в последний момент, когда вы только касаетесь, здесь у вас кисть расслаблена, да? Покинули, и стараемся вести, да? Кисть вести. Ну, примерно. Всем нужно было, чтобы… Без шарика, покажите медленно. Без шарика медленно. Да, то есть… Ну, вот я встал, да? Замахнулся, мяч пришел. Я его стараюсь больше на ракетке. И вот, получается, одна стойка, одна. И такая же подача, но когда я буду продавать длину, я ударю в мяч. То есть, я буду вести так же, вести так же, но в последний момент сделаю кистью. Ускоряем. Да. Панжендон, он вообще сверху держит. Он вот так держит руку. Он подает, ну, примерно, вот, я подаю панжендон. Я подаю так, просто, как ты говоришь, панжендон подает вот так. Нет, я видел, что он, как бы, сверху. Он не… Ну, почему? Да, но он не внизу. Ну, он так, как бы, подает это… Потом, что он подает так, и таким же вращением он подает длину. А вот Вчаров, он сильно садится. Есть в этом смысл, если он сильно ноги сразу уже, как бы, он здесь делает, а ноги, пока он там… Ну, сильно ноги… Я не Вчаров, я не знаю, как. Вы понимаете, это как я сейчас вначале сказал, это как ты для себя чувствуешь. Я не знаю, понятно? Вот, если я для себя, если я сяду там, то я не встану. Я стараюсь подать, например, с высоким отбросом, да, почему? Чтобы не был такой быстрый ответ. Чтобы я смог встать в позицию. Чтобы я смог встать. Понятно, я подаю эту, эту, там, для смены. Для смены нужно всегда подавать. У вас всегда должна быть подача для смены. Потому что, как бы вы хорошо не принимали, соперник всегда чем выше уровень, тем он быстрее адаптируется к этой подаче. То есть вы должны подавать для себя, даже проиграв это очко, специально, чтобы на будущее… Потому что если вы будете подавать, 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 тоже главная ошибка – вы подаете, подаете одну подачу. Человек не принимает, не принимает, не принимает. У вас 9-9. Вы опять думаете. Сейчас подам, он не примет, и все. А он хорошо принял, и у вас начинается… Блин, надо было… У всех же это без разницы, это на его уровне. Вы должны для себя… Какую вы подаете, и как вы на нее реагируете. Подали вы, хорошо вам приняли, для чего нужно это акцептировать. Но все равно у вас должны быть… Вы в арсенале, чтобы вы подавали разные подачи. Даже если вы и плохо с него играете, но чтобы соперник к ней не привыкал. И поменять… А как долго вы тренируете, допустим, в тренировках подачи? А вчера уже говорил 30 минут, разве это много тренировок? Я целых 30 минут, он говорит, тренировок. Да, но каждый день. Каждый день. Понял тренировки. Ну вот ты приходишь, я просто… Я просто… В России, в Москве… Реже бываю, а в Италии, в Германии… Условно… Если в 10, то всегда практически в 10, тренировка начинается в 9-15 подачи, до полчаса. У вас в общем тоже полчаса, и все нам один отдает. Ну я подаю минут 20, от 20 до 30. То есть и подача… Ну и сильно начинаем, да? То есть они как бы все время стойки вот так, да? Да, не ноги, а голова. Вы должны, если тренируете подачу, например, у вас в 15 минут, да? У всех же есть… Хотя бы 5, но вы должны 5 максимально приближенно, как вы подаете, то есть нет смысла подавать подачу… Вы должны понимать, как вы для себя… Вот вы подаете… То есть как бы подача… Главное, вы понимали, что подаете и для чего подаете. Самое главное, когда вы тренируетесь или играете, для чего вы это делаете. То есть все должно… А вы можете подать с настоящей подачи, а то он все время берет? Ну, это хорошо, что вы задали на самом деле. Подача не из того, что она хорошая, если человек не принимает. Самое главное – подача, как вы играете после нее, как вы себя комфортно чувствуете, для чего подаете, если вы подаете, он у вас 2 не принял, а 3 раза принял, вот так, и вы не сыграли, но вы проигрываете 3-2, а даже если он у вас и принимает, то вы все время в позиции, хорошо начинаете, начали, он продолжил, вы не попали, но это как бы вы виноваты. Главное, как вы играете после подачи. Зачем обратное вращение подачи, короткое влево, какая цель вы подаете? Влево? Влево я редко подаю. Влево, потому что сейчас все бегают. Я подаю вот, подаю в среда или нет. Какая цель этой подачи? Вытянуть его? Выше сетки. Тяжело ее принять коротко. Под стола? Да. Как? Вот так? Нет, 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 нет. Подкинуть и под столом мяч. Правильно. Подкинуть и под столом мяч, да. Нельзя мяч подкать ниже уровня стола. Правильно. В правилах написано, соперник подойдет виниться. Я не могу понять, как это? Покажете? Покажите. Покажите. Мне просто тренер показывал, как он подкинул. Покажите, пожалуйста. Я не могу. Так, подкинуть и вот так вот. На чужую половину. Все, я понял. Нет, я не могу. Вот так. Подвес. Вот так подать. То есть он под столом ударил? Под столом. Ниже. 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 Вот так? Да, да. А почему там не подает? Если он может под сетку попасть и обратить? Так тяжело. А как вы? Вот так. Я вот стою вот здесь. Он ударился. Так, так, я вот так. А соперник может подать? Ну можно подать? Вот. Тут. Можно подать? Вон. Не получается, чтобы сейчас прямо врасли. Да. Ну я вот стою. Даже я. Ну и... А соперник может двигаться, когда... То есть я ведь не знаю, то вы представляете, где 9-9 у вас, даже если вы ее хорошо подаете. Как вам надо подать ее так быстро, чтобы человек не тынул? Но это можно подать. Может быть так подать? Такую можно подать, но это из разряда. Научиться один раз попасть на край. Кирилл, вы должны что-то новое со встречи вынести, не только мы. Да, я к примеру, сейчас лучше подать так, чтобы она в сетку ударилась. Вот тогда да, то есть раз-раз и в сетку. Вот такой атаки, к примеру. Лучше, чтобы финальный отпрыгивал. Кирилл, давайте по подачам. На тренировке что ты больше отрабатываешь? Я подаю обратно, тоже варьируют длину. То есть, например, человек раз, человек хорошо оставляет короткий сон. Люди же тоже все готовят. Все знают, что раз, я подаю вправо, он мне уже раз, и хорошо принимает короткий сон. То есть, длину, полет. Можно же быстро, чуть-чуть сильнее вращение, да? Можно чуть-чуть кости. Другой чуть полет. То есть, как бы готовишься в эту. И как бы вот стараюсь, если кто забегает, то есть я начинаю сюда или сразу вот. Не принял, да? Кто возьмет твою подачу? И он все быстрее осмолел подавал. Ну, он никому не сильно не против. В основном быстрее подавал. Нижний, да? Нижний тоже, да? В зависимости, можно нижнюю подать. Вы видите нижнюю, ну сколько там нижнюю? Молом там, или малину подавал. Ну, ты видишь нижнюю, а там килограмм нижнюю. Чудо касается, то есть это все можно натренировать, заварировать. А вы смотрите, вы на отскок получается? То есть смотрите, как вы подаете, чтобы мне отскок пришел, уже вам пришло такое, чтобы вам было комфортно отыграть. Ну, я смотрю, как человек сначала принимает. Если он на паузе принимает, то я стараюсь так же продолжать, то есть подавать. А если вот он, я быстро подавал, подавал. Нет, не сильно подбрасывает. Вот он если раз, то быстро. Все равно даже полудлинный мяч, но он сильно крутится. То есть я стараюсь выше, чтобы... А, то есть вы силу будете регулируете? Подброс уже зависит от... Ты как бы подачу порядка не руешь, но в игре уже у тебя должны быть моменты, как подбросы. То есть если человек, ты подал очень быстро, ты начинаешь подавать, чтобы он так быстрее не принимал. С кинематикой все остается то же самое? Да. Подброс, вы можете регулировать движение и вращение. То есть если он хорошо играет по боку, то есть стараешься такую же подачу, но меньшее вращение, чтобы оно так тебе ее не спилилось. То есть меньшее как-то. Ты все делаешь для себя, как тебе комфортно. То есть может быть мяч у нас высокий, удобный, но он крутится и ты его не попадаешь. Потом эта подача. Вот. Она есть такая, а есть такая. Она чуть другая. Кажется, как бы ты меняешь, тоже тело подается. Сбоку бьете мяч, да, получается. Ну это сбоку, как бы это понятно. Все подают. То есть кто-то так стоит. Кто-то... Нет, я тут подачку еще сейчас сбоку бьет. Да, да, стараюсь. Да, так, да. То есть... Но потом... Так же. Так же. Ну и так же, но меняете. Ну и так же она варьируется от подброса. Да, да. Подброса. Здесь будет чуть другая. Здесь другая. Видите? Вы даже слышите? Да, да, да. Вы все время должны слышать звук мяча. Как вам? Даже при топ спине, при подаче. Хороший звук его всегда слышен. Если вы хорошо подойдете, хорошее сделаете топ спине, вы его услышите. А вот этот маленький, то, что напротив, допустим, качается. Многие становятся. Но на самом деле, мы знаем, что с точки зрения психологии это очень отвлекает. Это дмигание. То есть если человек будет вам все время вот так качаться, условно, или еще что-то, это будет раздражать очень сильно. Дайм? Нет? Это все... Кого-то она может... Как вы к этому готовы? Как вы к этому готовы? Вы когда подаете, вы спокусируетесь, да, на себя. Понятно? То есть все подают, да? Смотрят, и все равно с боковым временем пошел он туда. Он будет сейчас, и вас будет не точно отвлекать. Пошел он туда. Я примерно вот так подам, а вот твое туда. То есть я уже как бы, у нас там боковое зрение. Все это отрабатывается до того, чтобы не смотреть, не подавать. Так же вот, вы должны чувствовать все время момент. А ничь не увешаетесь? Ничь? Ну, я не вижу, что вот уровень ничь не увешаемый, или чтобы... Да, подачи я подаю. Есть такие специальные приспособления. Ну, да, да. Не вешаюсь, да. Не вешаюсь, да. Да, это лучше всегда вешать. Я вам советую, потому что китайцы используют. Это как все время игра. Если есть какие-то препятствия, ты их преодолеваешь. То есть ты не просто подачу подаешь, а ты все время стараешься. Это все равно у тебя пульс, и просто когда ты теряешься в максимальный пульс, и как ты... Поэтому все в обычном состоянии любую подачу подают. А бывает, что он тебе дорожает, начинает преподавать? Бывает. Они не то, что дрожат, они как бы раз, а она не твоя. А есть психологический прием? Выдохнуть, на ротах и подачу. Подачу? А выдачу? Ну, не знаю, я такого спорта. Нет, все равно, когда подача готовится, ты все равно стараешься. Бывает же такое вот, раз, ты скинул два раза, у тебя уже все горит. Раз, ты скинул два раза. Раз, стоишь, стоишь, все. Все, не скидывай, все. Ты оставляю, оставляю, оставляю. Он подает, ты опять скидываешь. Я думаю, у всех бывают такие. Не то, что вы думаете, что это только играет. Это просто... У всех нервы? Да, у всех нервы. И просто как иметь, владеете элементами. То есть от этого зависит. А ошибки-то они как бы в основном. Все же со стороны видят. А когда туда выходишь, там вроде сидишь на трибуне, да? Время надо было так, раз перешагнулся. Все по-другому. Мы должны быть, самое главное, как вы себя чувствуете. Все время максимально готовить себя в комфортных условиях для себя, чтобы вы себя могли комфортно. Если вы себя комфортно чувствуете у стола, то и вы покажете свою игру. Проиграть могут все, главное, чтобы не было этих нервов. А вот руку потерь, что с этим, как бы, сейчас же можно и там всяким... Да вытирайте. И чтобы не было, собственно... Ну, вообще руку не потерь. То есть стирайте об соперника. Все будет красиво. То есть не тащит ничего. Ну, как-то, как... Давайте, ага, ладно, чувствую. Стол будет чистым. Ну, кто-то лень. 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 Я говорю, много раз повторюсь, что это все индивидуально. Это должно быть от вас, как вы себя... Каждый выбирает ракетку от тебя. То есть... Как вы себя чувствуете. Ну, давайте дальше двигаться. Я расскажу про самый главный элемент. Пора... Не знаю. Укорпеля надо спросить. Он принтермог. Бананы. Бананы. А что, сколько они называются в целом? Я не знаю. Бананы, бананы. Все его так называют. Бананы. Почему ты мягкий? Почему ты мягкий? Почему ты мягкий? Почему? И все тогда, как с ним игрок, надо, как с ним игрок. Бывали, что было не только, конечно, обратно, но у него было с другом. Я начал подаваться. Третий. И, то есть, обратно. Я играл, в основном, с двадцати лет. Я поднял подачу только, когда приехал в боксахаузер. Хорошо крутится. Ты играешь с одной подачей. И вот. Я потихоньку, потихоньку. Здесь я играл с одной подачей, потом тяжело. То есть, ты ее на тренировках подаешь, хорошо получается. То есть, вы тоже должны, если вы будете какие-то новые элементы, то есть, новую подачу тренирователей подавать. То есть, она сразу вам молодым играет. Она может у вас на тренировках получаться. Но в игре первое время вы можете, потому что все равно будет чуть неуверенность, дискомфорт. И вы можете раз, блин, у меня не получается. То есть, это не забрасывать категорически. То есть, нужно так себя максимально настраивать и все равно подводить себя плавно. Не сразу вот, все. Ну, одну в сети, вторую в сети. То есть, как бы, и так разбавлять туда чуть-чуть. Не сразу прям делом, ну, что вот вы задавали эту и стали там, начали другую. Все, потихоньку. То есть, ничего кардинального вы не меняете. Просто, максимально старайтесь в свой, как бы, арсенал увеличить. А про какую-нибудь? Это что такое станет? Есть такие, они продаются. То есть, она фиксируется здесь, она фиксируется здесь. Ну, чтобы коридор пролетал. Да, то есть, она вот здесь, она, то есть, вы регулируете здесь. Сначала там ставите вот так, потом не... Да, 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 такие ворота. И есть еще, вот, китайцы, они, самое главное, есть еще такие, крепятся на стол сюда и сюда. Она вот такая. То есть, главное, вот, вы подачи, когда тренируете. Как вы, полотенце есть? Не, ну, понятно, то есть, ворота тоже ограничивают. То есть, например, раз вы там, для себя сначала прощат. То есть, чем максимально вы здесь немного ударите, тем она ниже полетает. То есть, тем быстрее. То есть, быстро, например. То есть, ворота ставите снова же ноги, да? Не, не, это такие еще, как бы... То есть, вы можете полотенце положить вот сюда полотенце сначала, да. Закрыть. А потом полотенце, ну, вот так, чтобы вот в этот квадрат. То есть, раз. Все время какие-то для себя ставить... Не то, что цель, но усложнять. То есть, не просто вот, ну, в слайд, и подаете, а... Подача должна... С одним вопросом, но момент разный будет. Я подаю эту, да? То есть, так же подаю, в последний момент я меняю. Вот ее я сейчас только начинаю. То есть, на такой подаче можно доводить верхнее значение. Вот на такой подаче, да, можно как-то сыграть. Бывает, кто-то тренирует, то есть... Я брал просто старую накладку, если у вас там не получается, верхом, низом, уже старую накладку ненужную. То есть, я там раз... То есть, ее там раз, вырежешь, и вот так это оставишь. И стоишь просто. Просто сначала... Сектор. Как бы... Даже не подача, а просто чувствуешь, что ты играешь этим местом, каким ты хочешь играть. То есть, раз, 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 раз. Главное почувствовать, потом рука сама. Потом уже начинаете подача. Сначала там... Ну, ты обратно, тогда, раз. Не подача, но просто чувствуешь, хотя бы, что ты ее можешь подать. Ну, я подавал, подаем вот эти или вот эти. Вот эти места. Чуть вниз. Главное, чувствовать, чтобы вы чувствовали все время. Ну, это навык. Теперь... Банана. Кирилл, а подачу, которую Володя не возьмет, так и не показали? Уже три не взял. Это не считается. Да. Все же зависит от уровня Володи. Володя... Володя... Нет, есть один Володя, есть другой Володя. Если поменяю Володю, он по-другому будет применять. Сейчас не сама цель, чтобы Володя не примет. Я так думаю. Рыть, а вот Бумеранг запрещенный, да? Когда вот удаляешь и возвращается обратно. Запрещенный, да? Вот это... Вот это? Нет, вот так вот и обратно. Правильно, правильно. Мы можем подавать. Во-о-о-о, А, он может посылать. Ну, ты стоять. А, на должность сейчас ты где-то вон. Представляете? Вот, представляете, мы здесь, да. Тысяч пять, да? Всех гудят. Девять-девять. Ты стоишь здесь. Есть вся команда за тобой. Ты играешь за выход. Медаль на часть Европы. Ты думаешь, была не была? И вот так встаёшь, встаёшь вот так, и вот так подаёшь. Все там, ребята в заднем театре, как бы, можете. Тебе как бы, вы же тоже должны понимать. Мне кажется, в этом момент не стоит, ребята. Если вы играете в турнир, приехали, подавайте хоть как-то там. Можно это подавать. Все зависит. А ребята вообще говорят, что ты где-то там не так играл, или это лучше не говорим? То есть вы и так знаете, как играете? Конечно, все подсказывают. Во время матча, понятно, команда хочет там. Ну, подсказывают там, я имею в виду, я играю вот с Овад, да, вот знаете, в команде. Его главное, он играет супер, но он может... Его там команда всегда там, больше не тактически, больше спокойно. То есть тут зависит же от человека там. А мой-то нужен, кого-то завести, кого-то успокоить. Вот эти... Классно! Так, да, так есть. Я думаю, так я могу. Давайте бананы. Да, давайте бананы. Главный момент. Так, бананы делаем. Ну, можно кидать просто. Первое с места, да? Бананы есть? То есть есть? Я буду игратьardiшь. То естьolds я имею у кого не касается, то есть я не escreю. Я иду на него, вот вот я стою вот так, да. Ну, какTA читаю. Я стараюсь сверху, да, то есть я его стараюсь сверху. к к а какая зона ставала где уже у черта лучше вы на ней едете, если она уже чуть ниже сестра где-то вот здесь ниже сетки чуть-чуть то в случае, конечно, внутрь Вот видите, он уже сейчас укоротил до... Ну, это можно поднять В принципе, сейчас поднять это можно Смысл столько... То есть у вас есть граница? Не надо подходить Да, но я... Это не по игре Я говорю, что есть некая зона Уже ниже сетки ты чувствуешь, что ты идешь на нее, но все, чувствуешь не поднять, много вращений раз, отдать Это понятно Главное, как ты в позиции рукой хорошо играешь В основном бегу туда вправо Главное, подойти к ней максимально комфорт То есть туда вправо Можно так сыграть когда банану попасть А можно например Вы стоите в стоке И первое... Первый шаг у вас не правой ногой Первый шаг вы идете сначала левой, а потом правой Сюжет будет другая ситуация Вы уже будете здесь Понимаете? Левой толкающей Но это... можно сделать Чуть опаздыш бывает если у тебя подачу длинную туда-туда разбивают То есть я чуть может на стол но главное чтобы вы подходили правильно то есть туда направить сюда быстро Главное, вот здесь максимально просто вы стоите ноги Медленно без шарика покажите Два вида этих банан Замахиваетесь И играете Вы накручиваете его как бы Но главное как же кисть Локоть здесь чтобы у вас как получилось вы его выворачиваете Скажи, при банане ты большой палец стараешься Да, стараешься вот при банане Потому что мы выворачиваем ее Тоже зависит Тоже зависит от как дальше играть Если человек хорошо играет по банане можно просто То есть я вот бывает Вот я держу тогда Я могу и так сыграть Это я выворачиваю для того, чтобы усилить То есть сделать больше вращения Если мне хватает и так То есть я попадаю и вывожу Смысла нет То есть если я опаздываю или много вращения или не вытягиваю То есть я стараюсь как бы перехватывать Перехватывать Но я не сторонник перехватывать Но сейчас такие тенденции И второй вид банана что показывает Второй Вторая Это вы играете в бок 45 градусов Да, вот Вот сюда Изначальное положение локтя и киски какие-то Так же вот я играю Только вы играете вот этим местом Медленно Это по подрезке Без мяча Покажите медленно Без мяча Медленно Здесь Посмотрите Какая То есть я стою Здесь я отвожу сюда Сюда А здесь я больше Вот Вот Отсюда Как бы Но это больше По нижему Да, по нижему Но это чуть другое В бок Мяча Ну, легче Второй вариант Это когда более низкие мячники Да Второй вариант По подрезке По нижему Я даже так И по подрезке Я и по нижему Так Могу И Так И Так Это Это Дело Смена Смена То есть Вы Должны Менять все время Потому что Человек Если будешь все время Вот так Скидывать Сильно Быстро В одну точку То есть Одинаковое вращение Но он По концове Привыкнет То есть На втором Ну, вправо Вправо Я так нам больше Ну, вправо Можно Влево То есть В разные точки Да То есть В разное вращение Все время Менять А чем вы стараетесь Коснуться мяча То есть Какой часть Если Когда я делаю Поверху То есть По всей Протащить Отсюда Я его беру Стараюсь протащить И уже Как бы А здесь Я стараюсь Больше Да Как Да Нижняя часть Зацепить просто Чуть Вращение Поднять Ну, да Я говорю Все время будете Слышать Вращение Вращение Где Удар Где Удар Кирилл Скажи что следует дальше За этим бананом Ты скинул Влево Ты полностью вышел Из строити Ты скинуешь Монгл Дальше тренировать То есть Скинем И Скинем Влево И Может Быстро Да, все время должны быть в позиции. Секундочку. Все время это тренировать. Все время назад в позицию, сразу быстро ноги. Но рука все время, видите, наверху. Все время быстро сразу в позицию. То есть вы сыграли быстро в позицию. Самое главное максимально. Но главное, чтобы у вас не было ошибки в этом, что вы играете не до конца здесь и потом. То есть каждый ход должен быть качественным. Чем качественнее вы сыграете эту скидку, тем назад вам придет мяч более комфортной для вас. То есть не должно быть такого. Здесь есть все. Ну, если человек... Ну, может, быстрее вы смеете, да? Амбийский надо знать. Молодежь. Амбийский надо знать. Молодежь. Многие закрывают. Многие закрывают. Многие закрывают. Многие закрывают. Многие закрывают. Ноги закрывают. Я вам больше расскажу. Вот вы не замечали, что у левшей вообще не снимают. Я тоже всегда знаю, что у левшей совсем недавно. Я не вижу их подачи. Не буду. Не хочу говорить. Благословите, а возьмите внимание. У левшей вам много. В основном, если брать правша левша, то есть у правшей 80%. Я не знаю, от чего это зависит. Ну, ну, если придираться, придираться в подаче, в принципе, каждый можно снимать. Подает там правильный примор от Самсонов. Всегда у нас. Примор от Самсонов. А к другому. Все китайцы накидываются. Китайцы. Валентин подавал. Валентин подавал. Валентин подавал. Валентин подавал. Зависит от счета. Вот. Асфальт закрывать. Нет, ну вот. Я играл с Кутиным, да, в кубете, там, три года назад. Ну, подает ее вот это. Подает, подает. Я раз первый сет проиграл, второй выиграл. Ну и такая борьба идет. Потом я раз, три-два повел. И все. Начинаю подавать. И я по три-четыре сети не принимаю. То есть, он накидывает, туда встает. Он же все делает как. Если он ведет и чувствует. Ну какой смысл? А почему нельзя остановить судье сказать, что здесь не хочу выиграть? Ну, говоришь как-то. Да, сколько вы говорили. Это как, если можешь себя выбить там, человеку, по-моему, схоже кому-то. Хорошо, давай. Ну, это все вот такая лирика. Не то, что вы говорите, а вчера только там. Не, вчера просто явно видно. Он прям закрывает. Он прям закрывает. Вообще ничего не видно. Потом раз. Закрывает ноги. Закрывает ноги. Поэтому, знаете, вот там, какие-то больше закрывают, какие-то меньше. Поэтому, хорошее в этом плохое. Такого не бывает. Закрываешь или не закрываешь? То есть, нет такого, кто-то больше. Вот сюда. Индерсцццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц. Вот линия. Встаешь. Задаешь выход из жизни. Нет, ну там, где-то, где-то, где-то отдельная тема. Добрый написанный человек. Я тоже, тоже бывает. Ну, например, вот я сейчас там, но если захочу закрывать, я уже не смогу тренировать. То есть, это надо тренировать. Это надо тоже тренировать. Это надо тренировать. Все надо тренировать. Слово падающего. Коротко и. Вот. 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 Все время. Вот. Все время. И должно быть такого, чтобы не стынули сюда, куда-то. Все вот здесь. Вот правое вот. А здесь так. Здесь так. Банан можно на любой противник делать? Банан можно, да. А в какой-то время вы понимаете, что можно делать банан? Ну, он заранее вот. Ну, лично. Ну, понятно, знаешь примерно, кто что подает. Но все равно по ощущениям. Ты когда, ну, там, замах. Нет, я так чувствую. Я вижу примерно, какая идет подача. Какой длины. И, ну, уже когда в момент касания мяча. То есть, ну, ошибся раз-два там. Папоравка на ветер. Но все равно ты чувствуешь это. То есть, ты все время должен чувствовать, как бы, знать, что ты делаешь. То есть, ощущения. То есть, где-то добавить, где-то убавить. То есть, идешь на подачу, видишь, нижняя. Но нижняя, она же тоже разных бывает. То есть, нижняя подача, она может быть вот такая нижняя, а может быть такая. То есть, ты должен где больше добавить кистью, где меньше. То есть, все ты должен. Ну, как бы, такие ощущения твои. Ну, непонятно, тренировка как-то тренируешь. Чуть, если ты тренируешь, чуть, вон, как тело. Лучше у тебя получается, как ты чувствуешь. Дальше, как ты продолжаешь играть. То есть, если ты попадаешь быстро в банан. Вот, ты скинул быстро. Тебе быстро ответили. Вот, ты вот все время попадаешь. На тебе чуть отвечают, и ты не готов. То есть, смысла ее нет делать. Иначе, нужно делать больше вбок, чуть медленнее, чтобы ты успевал вернуться. То есть, это тоже такая стилистическая особенность. А здесь как-то упражнение специально делали? Если бы на кисть можно развить до банана? Ну, именно лично было, как можно? Банан. Ну, есть, понятно, экспандеры есть. Ну, я много... Много с резинкой. Много с резинкой. Раньше много с этой... Утяжеленной ракеткой. Ну, то есть, вы делаете себе ракетку там... Словно там... Тоже главное не давать. То есть, нагреть кто-то... Кто-то килограмм, кто-то двадцать может с пятерой делать. Ну, то есть, там... По килограмму, и вот просто ее берешь, и... Делаешь, то есть, в этот момент, что у тебя... Да. А утяжелители меняются? Потому что после утяжелителей вообще все становится. Или меняется... Ну, утяжелители тоже. То есть, я тренировался... Две недели выносите, снимаете их, у вас там будут... Это зависит от периода. То есть, ты тренируешься, бывает, кто не жалеть. Нет, а на руки, на руки, чтобы вот эта штука была. Нет, не делайте. На руки. На руки есть такие, тоже, аннорнаги. Тренируются, не пользуетесь. Нет, я пользуюсь. То есть, вы две недели не ходите, допустим. Нет, не в две недели. Я тренирую. Если есть скоростные, это на разницу все. То есть, одел свою на руку, да? Пять минут так делаешь, пять минут без нее, чтобы ты чувствовал... Да, просто ходить спать. Ваше все время, понимаете, все время начинает... Ну, так я не... Вы начинаете летать после того, как вы снимаете? Ну, не знаю, надо взять на лозу. Кто сказал, что вот можно подчеркнуть тоже? Не спал я еще в этой штуке? Может быть, привязать ракету? Не, не надо. Не знаю. Так вот. Попробуйте. Если будет хорошо, то и сон будет подача и начало атаки. На полу-две. Я тогда полу-две. Я тогда полу-две. Я так полу-две. Вся тренировала вот так полу-две. Просто, да? Ну, просто, да. Мне немного. Вот так. Я так тренировала. Ну, да, да, да. Ну, да, да. Ну, да, да. Ну, да, да. Ну, все. Ну, нужно этот момент чувства. Ну, начните тренировать какие-нибудь лукавички. Да. Потому что, чтобы пальцы на столе не остались. То есть, этот момент вот полу-две. Главное, чтобы вы глину в столах. Ну, да. Может просто поднять. Это как топ спин. Пониже к серти. Да, да. Ну, понятно. Ну, да. Я имею в виду сначала там. Пробую еще. Здравствуйте. Такие, такие. Ну, я имею в виду. Ну, я уже так попадал там. Три-четыре мяча. Я начал с таких. А слева тоже можно? Слева тоже можно. Но я как-то боюсь. Слева не пробовал, но. Такие-то подешевле. Главное, чувствовать. Чувствовать этот момент. Так же и так же и начал. Первый ход. Вот, как вы говорите, опускаете. То есть, можно мяч опустить, да? Побросать просто. Сильно она вообще снизит. А можно? Ну, это же может, что линия, как винея. Да, да. Ну, это вот такие. Кисть жесткую держит. Ускорение. Главное, как я вначале говорю. Момент. Каждый год чувствует для себя. Момент. Так, ну, какие еще. Ну, такие еще какие у вас есть. То есть, например, много моментов в игре у вас. Я думаю, точно случается. Вы подаете, ждете, что мяч вылетит. Вы замахиваетесь. Мяч короткий. Вы так вас убивают. Девое правило, если вы бодали, замахнулись и мяч короткий, никогда не оставляйте назад коротко. Вы из ста мячей оставите один. Все время с него. Водоколки короткий. Залкнулись. Всегда ешьте длинно. Тренируйте. Тренируйте. Так же и сетку. Если мяч в сетку забивает, это тяжело, но все реагируют. Так. Старайтесь попадать по боку. Раз влево. Тут меньше всего вращения от сетки. По боку. Збок мяча. То есть, реагирует. То есть, не паника, не просто. Просто здесь после сетки меньше всего вращения. Если вы так просто откидете, то будем это останавливаться. Так. Это тяжело. Все, по-моему, я не знаю. Такие моменты. Но в основном, если вы так скажете, коротко сыграли, вам коротко вы ждете вылетает, все не вылетело. Это тяжело сделать. Лучше всего так. Сыграть и уже потом ждать атаку и готовиться. То есть, это тоже такие элементы. Что еще? Робот у вас есть? Честно, многие играют с роботом. Я ни разу не играл. Хочу попробовать. Но ни разу я не играл с роботом. А мне, как бы, это, наверное, детям хорошо. Ну, все равно. По мне, человек... По стратуру этого робота. Ну, может быть. Но все равно лучше человека никто не заметит. Потому что у робота все время... Ты как бы два-три, и он все время мяч. Лучше, когда с напарником с кем играть, друг к другу кидаете. Это все кидает. Все кидает. Если вы встали, друг к другу кидаете. И так же можно кидать спокойно. Друг кружки. Это будет естественный мяч, чем от робота. То есть, как бы, это... Не знаю. Это сугубо мое. Никогда я не... Просто робот, наверное, нужен тогда, когда нет напарника. Совсем уж нет. Или нет, друзья. Так. Что еще? А упражнение на чувствованный чай какие-то расскажите. На чувствованный чай. Ну, есть и много разных игр. Как бы играть, вот прямо попасть на край, да? Идайте. О-о-о-о! Сейчас я вам скажу. Просто мы иногда играем. Раз упал. Примерно, чтобы он сопля. Да. Ну, то есть, 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 да. Когда в дальний отыгрывается, да, вы всегда стараетесь усиленно стараться. Ну, когда, если ты не хочешь, то стараешься, конечно, что руку. Ну, я не умею. Сразу говорю. Я кидать. Не умею. То есть, я, если вы здесь специалисты, я тут тренирую. Ну, сам сомневаюсь. Да, да, да. Ну, вот эти вот должны, после ропы пять минут поиграть на кофе. Ну, и я, словно, на кофе, кто попадет первым. Ну, это такое. А так я не знаю, как чувствовать. Со стенкой это нормально. Со стенкой? Хорошо. Ну, сейчас я видел, вот, тюбы такие, как-то, да? Кто-то не пробовал? Да, да. Когда уже ни друзей, ни робота нет. Ну! Играют. 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 Я не знаю. Я никого. Вам честно обыскать. Ничего не могу. Вот, наверное, основные такие мои. А вот себе подкидывать это. Так? Нет. А вот вы делали, вы держите мяч, вы на работе. Ну, для тех, кто начинает, это надо учиться. То есть, я вот в руке держу и с руки вот так вот делаю. Крутите? Ну, вы делаете. Лучше... Лучше же есть много... В Самаре мы много делали. То есть, вот эти тяжелые ракетки. Это нормально. Лучше и лучше. Я думаю, такую. Ну, там, хорисо. Да. Кроме того, что вы играете в одиночку, вы еще играете в банном. Это очень много. А чем отличается именно для вас? Почему у вас, на мой взгляд, у вас даже лучше получается в банном, чем в одиночке? Ну, это мое мнение. То есть, как бы, независимо от того, что, может быть, вы уже играете в одиночке против этого игрока, а когда вы встречаетесь с ним в парень, вы как бы то ли лучше расстраивались. Парень, не знаю, но у меня это арсенал. Ну, в парень главное, конечно, это взаимопонимание. И в парень главное, не как ты играешь, а как ты играешь. Нет, играешь для него, да. То есть, главное... С Сашей Шибалом, да, я играю. То есть, я стараюсь... То есть, у него справа. С руки-базуки, а с руки-базуки справа. То есть, я стараюсь сделать так, чтобы он вышел на этот мяч справа. То есть, я стараюсь или зайти, скинуть где-то... Сыграть неудобно. То есть, со временем менять. То есть, не однообразно. Чтобы ему пришел удобный мяч. То есть, и так же он там старается больше сделать нижнюю, там, закрыть игру. Там, чтобы или коротко мне назад вернули, или там, чтобы я сыграл от приема слева, и он уже справа. То есть, парень, главное, как... То есть, парень же выигрывал, там, не... Да, главное, чтобы он, как бы, сделали для себя, там... Ну, ты что делаешь? А, что делать? Максимально комфортно. И ту игру, которую человек играет, то есть, для него было это... Чтобы он, как бы, после вашего хода играл максимально комфортный мяч для себя. То есть, вот это в паре, я считаю, самое главное. Давайте сейчас попробуем... Если у кого-то остальные вопросы, можно задать их Кириллу. Если вопросов нет, можно по одной подаче принять. Вот Кирилл Кирилл подает. Ракетка одна, солейки приняли. Может, толка будет больше, если просто покажет прием мяча, что мы будем ходить? Нет, нет, если кто хочет приема, здесь дети просто, они хотят принять. Пять минут, пока в голове есть. Прием справа. Все, слева, слева, слева. Справа, да? Есть? Прием, да? Есть? Так, да? Вот вы подаете эту подачу. Все же практически. В основном вам играть или сюда, или сюда. Редко, когда сюда длинно, если вы играете, отсюда лежат. Вы должны понимать, что здесь, или вы играете коротко назад по вращению, очень тяжело. Вы играете так же, но тем же движением. То есть, вы играете одно. Это движение одно. И это же движение только двину. Вы должны все время путать. Все время путать. Раз так, пошли в последний момент. Все время делайте максимально дискомфортно для своего оппонента. То есть, все время выбиваете с позиций. Если вы человек неудобно сыграл, вы уже его атакуете. И, конечно, вот сейчас длинно. Три, вот сюда. О, слева. Слева. Я извиняюсь. и в 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 если в в в в в в право качество а в 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 инвестор в Можно линию толкать? На дальнюю линию вытолкаете. Тяжело этот мяч сыграть. Даже вот возьмите ракету. Вот встань. Этот мяч, кажется, вот эта спитка. Но он очень эффективен. Будешь разминаться? Давай. Сразу видишь, почему все работает? Сразу в момент. Должен играть в движении или в широке. Ты играешь или нет? Ты должен играть. У тебя улетело? Два раза. Слышите звук? Слышите звук? Он играл. Вот так будет. Ну давай, вот сейчас я сделаю то, что я тебе буду скидывать. Вправо? Как ты тренируешь? Слышите звук? Видите? Кажется, что это скидка. Он знает. Но самое главное, что... И его все время нужно работать с этим мячом. То есть это тоже ошибка. То есть кажется, что вам задают. Раз. И вы думаете, ну сейчас я ему... Вот и все. То есть это самые опасные мячи. То есть они кажутся, что... Кажется... Блин, он там кидает. А это как бы... Что это? То есть это такими числями нужно максимально уделять внимание. Спасибо. А вторая? Сейчас я покажу скидки. А вторая? Вот. Вы скидки. А вторая? С вращением. С вращением. Много. То есть скидки. А можно по вращению. То есть это уже потом, когда у вас скидки. То есть это... Ничего сложного нет. Потому что вы подали. И как бы получать... Главное, я вот так вести. Поднять. И вперед. То есть если у вас кисть максимальная, то есть пристывную подачу. Эта скидка. Технически даже плоско. Как бы чуть постороннее, да? Нужно, чтобы у вас кисть. Главное, жестко. Главное, жестко. Главное, жестко. Стревожное. Время... У вас шесть скидок. Это зависит от ситуации, как от подачи. Я скидываю редко, чтобы скинуть право. Ну, влево тоже скинь. Она такая же скинет. Парень можно вот так скинуть. Реагирует у него на ваши движения? Вот, вы идёте, вот. Вот ветром. Вы уже успеете. Почему? Если я делаю, то это иногда не видно. Это иногда же не видно. Аж парень много. Просто идёте. Всё зависит от того, как вы готовы. Если я в позиции лид, и я могу, если я комфортно чувствовать, что у меня нет стресса или шокот. Я сделаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Она это скидывается. Парень играет. Сейчас покажу вам. Вы стоите. Вы идёте на пиццу. Главное, не просто выиграть скидкой. Главное, выбить из позиции основная задача. Ну, давайте подачи. Основа всего. Максимально тяжело сделать для соперника и максимально комфортно для себя. Главное, не просто подчиняем «Скорб Miami» гранди тарелку. Скорб. Не просто подчиняем «Скорбачка» Шоколад, не просто подчиняем «Скорбачка» Своим мячом, да, как со своей колодой? Это такие тоже, знаете, фунтусы. Ты начинаешь играть одним мячом, он раз, он другой. Человек выходит, и в кармане все, дочек. Это тоже такие хитрости свои. О! Молодец, по вращению играл. Полезная вылез. Самое главное, видите, молодцы, не видят вращения. И он видел вверх. Сейчас будем закрывать. Ты же сказал, что я вверх. Путите девочку. Сейчас, сейчас, пустим. Это ставим понравится. Немай, наверное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Перевод просто мешал. Немножечко перевод. Я так заходил. Ну вот так! У тебя начали задавать, а он уже забежал. Да, я вот это забежал. Попробуем так, чтобы он отдал. Видите как? Обойдите внимание. Стоял здесь. А если бы стояли и подшагнули бы, подшагнули бы. Левая и правая. Левая и правая. Сейчас это должно быть сюда было. Прекрасно же было. Прекрасно же было. Попробуем так. Попробуем так. Опять, видите как? Вот это нужно. Главное, это не руки. Если бы ногами правильно там стояло... Попробуем так. Попробуем так. Ну все же в основном сейчас это все подсердно. Ну вы сейчас все эти дела стараются подавать чуть-таки полдлинные, вылетающие. Да. Как раз пойдет Попробуем так. В 1995 год. Попробуем так для многих errологов látson. Но вот это должно быть на которыйığım не adolescentslike. Сильтрация! Продолжение следует... 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 Закинуем и подкинуем. Это основа, мы пока уже можем сделать. У вас сильно загубка. Нужно идти отверстия. Вот, опустую. Поняли? Сконтролирую. Опа! Пока крутится. Вот весь так вот играет, как это. А, зачем мне аренды? Что, закругляемся? Ну, мы можем хотя бы вторую часть сделать, потому-то и здесь. Возьми крыши. Звучит слава. Понятного. Если наоборот нет. Здесь здесь. Возьми крыши. А, да? Возьми крыши. Возьми крыши. Возьми крыши. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok